Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос, прямо, да, то я бы сказал, что начинать разгребать, как вы говорите, нужно с того, что происходило в вашем детстве. Начинать разгребать нужно с того, за что и как вы брали ответственность в детстве, начинать разгребать стоит с отношениями, с отношений, точнее, с отношений с родителями, которые у вас, безусловно, не самые лучшие, судя по всему, судя по тому, что вы говорите и пишете. Вот. Как только будет, значит, разобраны, будут разобраны ваши отношения с родителями, как только вы разберетесь с ними, то сразу же вы увидите, значит, как бы это сказать, перспективу для дальнейших, для дальнейшего развития своего. Вам станет понятно, почему ваш муж вам изменил сразу после рождения ребенка. А изменил он вам, потому что вы не влада со своей самооценкой и, скорее всего, не умеете адекватно, расставлять границы и приоритеты, то есть вот границы, значит, границы в отношениях с собой и с людьми, вот. То есть вообще не простроены они, не простроены границы на должном уровне. Сны отражают агрессию вашу на себя же, то есть агрессию, обращенную на себя же, конкретно на себя. Сны являются проявлением агрессии, которую вы нацеливаете на себя, потому что склонны обвинять себя так, как это делают, значит, ну, например, ваши родные и близкие, в частности, например, как это делает ваш муж, который обвиняет вас в том, что это вы виноваты, в том же, что он вам изменил, вот. Ну, надо сказать, что отчасти, отчасти он прав, вы действительно ответственны за то, что вам изменили, но немножечко не в том контексте, в каком это подает ваш муж, то есть вы ответственны за это в том контексте, что ваше отношение к себе породило соответствующий брак и соответствующее построение отношений. Значит, во многом, во многом, ваше текущее состояние психическое является психотическим, то есть это означает, что вы в той или иной степени зависите от других людей. При психотической модели поведения, как правило, возникает, ну, такая история, что человек либо привязывается очень сильно к людям, с которыми он находится в отношениях и, собственно, без них он уже не может. Либо, либо напротив, он, значит, обвиняет людей, с ним, опять же, живущих, обвиняет людей в том, что они виноваты, там, ну, за то-то или то-то. Вот. Так. И происходит всё это, конечно, из-за того, что человек не готов брать ответственность за себя. И вы, я полагаю, не будете спорить с этим, с тем, что вы не берете ответственность за свою жизнь, да, и, в общем-то, вы ее перекладываете, по сути дела, на других людей. То есть у вас виноват муч, у вас виноваты соседи, мальчик, которому вы отказали, который навязчивый. Вот. То есть здесь какая-то у вас здесь вот, я бы сказал, такая, такая неуверенность может быть в себе, вот, и как результат, как следствие, имеет место быть проблема. Вот, значит, теперь давайте посмотрим ваш текст. Вы пишите, полгода назад изменил муч сразу после рождения ребенка, у меня тогда был симметрой, за сбор в состоянии из-за этого не очень. Значит, ну и, соответственно, измены нужно разбирать, да, тут. С изменой нужно работать, ее нужно прожить, ее нужно отпустить, отношения к ней нужно изменить, и, соответственно, сместить, как это думается мне, сместить акцент, значит, с себя на других. То есть это не из-за вас вам изменил муч, а из-за того, что его что-то не устраивало, и он не был готов, значит, ну, не был готов он работать над этим, не был готов он что-то делать для того, чтобы эту ситуацию изменить, вместо этого ему было проще вам изменить. Вот, такая история. Дальше. Вы ничего не пишете по поводу того, как вы решили этот вопрос. Вопрос измены, я имею ввиду. То есть, ну вот, мужчина, мужчина, ваш муж вам изменил, да, и, собственно, что дальше. То есть, ну, делали ли вы что-то для того, чтобы ситуацию исправить? Старались ли вы как-то ситуацию исправить? Показывали ли вы мужу, что вам неприятно или что-то ещё? Понимаете? То есть, это вот следующий момент, да. Момент того, как вы восприняли эту ситуацию и что она для вас, скажем так, ну, стала вначале. То есть, как вы поменяли свое поведение? Вообще, муж, он понял, что, вот, то, что он сделал, да, это не очень хорошо и, в общем-то, ему нужно и перед вами как-то извиниться, да, и, собственно, самому подумать над тем, как вести себя дальше. И что делать дальше. Вот. Опять же, он, он, он этого делать не будет, если вы его не будете стимулировать. Это вот, пожалуй, такой очень важный момент, что если вы человека не стимулируете, особенно мужчину, если вы не стимулируете, то, скорее всего, ничего не изменится. Дальше. Тогда снились сны... Так, вы пишите, спортсостояние из-за этого не очень. Какое состояние конкретно? Тогда снились сны про убийство, и что кто-то кого-то убивает, происходит это в нашем доме, и все улики, и все улики подрасывают в манию. Ну, это, соответственно, как бы они думают, что это делаете вы. Ладно. А какие у них основания, думать, что они думают, что это делаете вы. Ладно. Ну, то есть, откуда они взяли, что это вы. Не из снизу воздуха, что они взяли эту информацию, что это вы. То есть, ну, почему-то они подумали, именно про вас, как бы, вот, и, соответственно, может быть, может быть, имеет смысл, вот, подумать на эту тему, почему именно на вас стал выбор. Разговаривать вы не пытались с этими людьми, объясните им. Вот вы говорите, что... Дальше вы пишите, что... А... Да, я к ним не очень отношусь, потому что их мальчик очень навязчивый. Это... Немножко странная позиция. То есть, вы не очень относитесь к ним, потому что их мальчик навязчивый. А если с мальчиком действительно вдруг... Вдруг, я не знаю, но если с мальчиком действительно что-то не то, может быть, тем более, то справедливо ли ваши отношения. Вот. Кроме того... Почему... Почему... Мальчик... Да? Маленький мальчик... Вас... Беспокоит. Чем-то... Чем-то вас задевает. Вот. Тоже интересный, на мой взгляд, момент. Чем ребенок... Чем ребенок... Может... Вас... Ну, вас, да... Задеть. Именно ребенок. Который, в общем-то... Ну... Просто ребенок. Может быть, ему... Внимания не хватает, может быть. Еще чего-то. А вас это задевает. И... Вот мне все-таки и интересно узнать. Почему... Чем... Чем... Что-то задевает вас. Вы пишите, что все думают, что с ними что-то не так. Какая разница, что думают все? Тут скорее интересно, что думаете вы, а не все. Как насчёт своего мнения у вас, как обстоят дела с мнением, ну, по вашим, вашим собственным мнениям? То есть не то, что думают все, а то, как думаете вы. Вот как обстоят дела? С этим вопросом, понятно, да, надеюсь, о чём идёт речь? Вы говорите, что открыто показывали ему, что не хотите с ним общаться. Ну, вот тоже, на мой взгляд, такой довольно характерный момент. Почему вы позволяете себе показывать мальчику такое? То есть, по какой причине вы, грубо говоря, воспринимаете, может быть, его всерьёз, слишком мальчика? Я имею в виду. Вот. Вот вы подумайте на эту тему. По какой причине мальчика вы воспринимаете так серьёзно? У этого есть свои обоснования именно у вас, именно в ваших представлениях о себе и об окружающих. Так, значит, я ему открыто показывал своё желание общаться. Ну, с какой целью? А у меня обидно, что думает на меня, у меня нет времени свободного даже на себя, а вот, тем более, выслеживать их и делать так. Обида, 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 это, соответственно, ожидание, то есть, если у меня есть обида, значит, я, ну, всего дожду, если у меня есть обида. Возникает вопрос в таком случае, ваши ожидания, так, на чём они базируются? Вот, именно, именно, ожидания, что эти ожидания, они же должны быть чем-то оправданы, да? Они же должны быть чем-то, ну, подкреплены, я так полагаю. Вот, и, соответственно, давайте подумаем, чем подкреплены ваши ожидания, почему обидно? Какое для вас это имеет значение, что думают на вас или думают не на вас? Чем вас это задевает? Ведь, эээ, чем-то задевает, я полагаю, правильно? Нужно только понять, чем конкретно, тогда и задевать, скорее всего, будет гораздо меньше. А ещё лучше будет, если вы увидите то, чего вы хотите, то, что лежит за этим. То есть, за обидами, свои желания, и сможете удовлетворить их, именно желания свои, да? Вот, это будет вообще идеально, и к этому можно дойти, дойти, этого можно добиться, и добиться этого, на самом деле, не так сложно, если работать в этом направлении. Далее вы пишите, что у вас нет свободного времени на себя. Ну, тоже, знаете ли, в общем-то, серьёзный показатель. Показатель того, что себя вы обесцениваете. И у этого тоже есть причина. Как вы, наверное, знаете, что, в общем-то, дети есть у многих. Но далеко не все, скажем так, не заботятся о себе. Что, вообще-то, ребёнок смотрит именно на то, как его мама и папа относятся друг к другу. Ребёнок смотрит на то, как они относятся к себе самим. И если относятся как-то негативно, если ребёнок чувствует негатив, то и на ребёнка это, к сожалению, повлияет тоже очень сильно. Это, я к тому, что, ради чего стараемся, с какой целью стараемся делать вот то, что вы делаете. То есть, жертвуете собой, да, получается. Ну, а, собственно, ради чего жертвуете собой? Это, конечно, весьма-весьма важный момент. То есть, вполне возможно, что вы целенаправленно это делаете, сами того не осознавая, потому что ребёнку вы не делаете ничего на пользу. Вот, и благодаря тому, что этот аспект стал возможным, да, какой аспект? Вот, аспект именно того, что у вас нет времени на себя, да. Вполне вероятно, именно поэтому вам и Музь изменил. Потому что, если у вас нет времени на себя, да, то и у Музя не будет времени на вас. Про бокс, но, тем не менее, это реальность. И мне думается, что вам нужно как можно быстрее обратить на это самое пристальное внимание. Если вы хотите сохранить отношения со своим Музем. Если вы хотите сохранить свою семью. Это, значит, к вопросу о том, что у вас нет на себя времени. Дальше. Так, я не такой человек, это не нравится, что-то скажи в лицо. Но я настолько близко к сердцу воспринимаю это всё. Настолько близко, насколько. У вас здесь незаконченное предложение. У меня уже психа не выдерживает. Что происходит со мной в последнее время? Мне самое страшное. Что именно происходит? Сегодня присутствует сон. Дорослели убийцы в нашем доме. Всех спрашивает только не полиция, а паны, которыми мы сидели в компании. Но этот сон говорит о том, что вы ожидаете подвух от своих близких. Вполне вероятно, что вы не доверяете своему мужу, потому что он вам изменил, понятное дело. Вот. И вы, значит, ждёте, что именно близкие ваши и будут, собственно, как-то, как-то вот, ну, как-то, 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 негативно. Воспринимать вас. Вот. Почему-то, вот, я думаю, что в этом одна, один из основных моментов вашего, вашего сна, вашего сновидения. То есть, есть какой-то страх, да, что придадут, именно близкие придадут, именно близкие сделают, чтобы плохое вам. Вот. Ну, опять же, так видится мне, исходя из того, что вы написали. Так, бабочка дверь открыла, значит, соответственно, бабочке, вероятно, вы не доверяете. Мы не живём уже вместе, сейчас будем ребёнком, мы живём в её квартире, она в другом городе собирается переезжать к нам. Ну, здесь сразу два вопроса, да. Значит, как так получилось, что вы с мужем живёте в квартире бабочки, и почему бабочка собирается к вам переезжать? Ну, вы, наверное, вы не можете не знать того, что вам от этого будет, ну, вряд ли вам от этого будет хорошо. Ну, всё, вряд ли, вряд ли вам от этого будет спокойнее, вряд ли ваши отношения с мужем, значит, станут лучше. Вот. Вот. Ну, вряд ли вы этого всего знать не можете. Скорее всего, всё это вы, ну, вы в курсе всего этого. Вот. Соответственно, ну, нужно и разобраться с тем. А как же, собственно, так вышло всё? Вот. Как же так получилось, что бабочка возвращается, и, в общем-то, в общем-то, вы не будете самостоятельны, опять, и так далее. Вот. Вот. Ну, тут вот, тут вот вопрос. Да? Дальше, значит, так, они у неё спрашивали, значит, видели ли она что-нибудь где была, она всё сказала, закрыла дверь, потом мы собираемся встать, я сейчас уже сижу в телефоне, хочу позвонить Муню. Вот, не он как будто на работе, не в городе, вахтовая, как будто на работе. Ну, то есть, вы хотите от него помощи и поддержки. Законится в сказке мальчик, ложится между нами, между кем. Для меня, если это было нормальным, так я уже на всё согласна, лишь бы всё выискалось. Ну, здесь значение мальчика, но, с одной стороны, может быть, вы хотите чувствовать себя ребёнком, вот, с другой стороны, вы можете быть убеждены в том, что вся проблема, вообще, ну, вообще, все проблемы из-за, собственно, него, из-за мальчика, вот. Хотя я вам могу однозначно сказать, что дело не в нём. В любом случае дело не в нём, то есть, вне зависимости от того, виноват он или нет, дело не в нём, дело в вас. Дело в том, как вы сами, да, всё вот это вот воспринимаете, ну, то, что происходит. И дело в том, как вы реагируете на это. Вот. Вот в этом, в этом всё дело, на самом, в этом всё дело. А то, что вы видите мальчика и воспринимаете, воспринимаете, значит, ну, воспринимаете мальчика как источника всех всех бед. Это, на самом деле, ну, просто ваша бодребность обвинить кого-нибудь. Вот. На мой взгляд, это вот то, как можно интерпретировать ваше сновидение. Да? Как можно, эээ, его расшифровать? Дальше идём. Так. Так, эээ, значит. Тут я понимаю, что я хочу позвонить Муне, но мы нормально не поговорим. Почему? Я даже прятываю успокоительные, как будто сама думала уже, что это я, настолько всеми подозрениями мне это внушали. Непонятно, вы говорите про реальность или про сон сейчас. У жизни я боюсь ещё находиться в квартире, боюсь, что у них опять всё случится, подумать на меня, а это неуверенность в себе. Я уже сама готова вычислить, и я подозреваю, что это этот мальчик делает, но сказать боится, потому что доказательств нет. Мальчик поджигает провода и подкидывает гараж и пепельницу, по-вашему, своим же родителям. Это, знаете, паранойя, получается, паранойя, это обвинение. Так, значит, меня больше не беспокоит мое состояние уже, такого со мной ещё не было. Вчера Мусь уже наорал, сказал, что Кричев совсем поехал, да я с ним согласен. Ну, то, что мы уже наорал, это говорит о неудовлетворительном состоянии ваших отношений. Я бы так это назвал бы. То есть, даже если у вас действительно есть какие-то проблемы, это, ну, не может быть поводом для того, чтобы на вас орать. Но, с твоей стороны, вы не остаётесь в долгу, да, и припоминаете ему измены. Вот скажите, зачем припоминать измены? Вы либо принялись, что ваш муж вам изменил, и живёте с ним дальше, либо вы не принялись, что он изменил, и вы от него уходите, ну, или что-то ещё. А так получается, что вы не туда и не сюда, что, в общем, очень сильно затрудняет не только вашу жизнь с мужем, но и самое главное, жизнь ребёнка. И опять же возникает тогда вопрос, а для чего всё это? Вот, то, что вы делаете, зачем? Вот это всё, что вы делаете, для чего? Вы жертвуете собой, как я понял, да, вы, там, меньше внимания уделяете себе, вот, лишь бы ребёнку дать. Но что вы ребёнку даёте? Самого до главного, вы ребёнку не даёте, вы не даёте ребёнку счастья, вы не даёте ребёнку спокойствия. И зачем это всё? Опять же, понимаете, такая история. Дальше. Так, ага, после измены я искал, а, так, я припоминаю про измены, из-за этих времен я всегда близко к сердцу начала принимать, но на самом деле, а, так, и считать себя дурой. А вот скажите, пожалуйста, на каком основании вы считаете себя дурой, да, хотя изменил вам ваш муж, а не вы ему? То есть, в чём конкретно вы дура? Если предположить, что вы дура, то в чём конкретно вы дура? Дальше. После измен я искал себе плохое, и он мне говорил, что сама виновата. На самом деле, мне всегда было тяжело и хотелось поддерживать кого-то от кого-то. Это, вот, собственно, психотическая модель-модель поведения. То есть, то, что не хватает у вас, вы пытаетесь добраться через других людей. Это корректируется с помощью психолога. Даже от мамы с бабочкой не дождёшься никогда. Ну, это, опять же, обиды уже на маму и бабочку, потому что вопрос в том, могут ли они вам дать того, что вы хотите. В школе я всегда была виновата во всем раз со мной это происходит. Нет, это выбрали на себя повышенную ответственность, при этом игнорируя собственную личную ответственность за то, что происходит. Сейчас, знаете, все неприятные обвинения мне говорят за обид. Кто говорит? Раньше я бы так и сделал, но сейчас очень переживаю и хочу, чтобы мне поверили. Для чего? Что вам это даст? Раньше, вы пишите, вы бы поверили. Когда раньше? Мне обидно, что в последнее время много несправедливости происходит со мной. Понятие само по себе, само по себе, понятие несправедливости, вот само по себе, это понятие, да? Само по себе, понятие несправедливости, оно является магическим. Оно является магическим в том плане, что несправедливость это снятие ответственности. Себя. В первую очередь. В первую очередь, с себя. Поэтому, вот вам обидно, да, в последнее время несправедливости, а вы ничего для этого не делаете, об этом не было. То есть, вы не отграничиваете себя. Вот вы говорите, я очень хочу вычислить, кто это лишь бы успокоится. Вам это ничего не даст, потому что вы как обвиняли себя, так и будете обвинять. Проблема, она в вашем восприятии себя и в представлениях о себе, а не в том, что вы кому-то что-то докажете. Потому что если вас захотят обвинить, то обвинят не в этом, так в другом. Я хочу поставить камеру, доказать всем, что это не я. Ну, опять же, кому всем и для чего доказывать. В последнее время чувствую, что мне на прием нужны к психологу, но почему-то боюсь, и времени свободного нет совсем. А чего боитесь? Когда говорю мужу, он не воспринимает этот серьез, не понимает, что я реально на грани уже. Что именно говорите мужу, зачем вы ему говорите и на грани чего вы уже? Я раньше был адекватный, позитивный человек, что со мной происходит сейчас меня пугает. После измен, мне так говорили тоже, но я знаю, что на моем месте эти люди вели себя еще более истерично. Какая разница, как вели себя другие люди? То, что вы похоронили, грубо говоря, это в себе, это не то же самое. То есть человек поистерил, а все выплеснул, и ему хорошо. Вы не истерили, вы не выплеснули, и вам, ну, не очень хорошо. Я очень много терпел, а мало чего для чего, а именно мужи и вся эта ситуация просто уже довели. Ну, понимаете, парадокс в том, что именно потому, что вы терпели, вас это и довело. Ну, я не знаю, с чего мне начать разгребать, что я хочу, чтобы мне верили, потому что я всегда со всеми честна. Я думаю, что вам нужно поверить в себя, и потом будут верить уже вам. Нельзя верить неуверенному в себе человеку, ибо этот человек не внушает доверия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.